Да, памятный 1939 год, маленькая деревня на белорусской земле, теперь Горбачи называется. Священники в храме приходят люди ночью. Батюшка, бегите, вас собираются убивать. Священники в храме приходят люди ночью. Священники в храме приходят люди ночью. Я нужен церкви и людям. Прошли, хотели стрелять в спинку, но дедушка мой смотрел прямо в глаза убийцы. Убили. Второго священника не было и хранила самая матушка, матушка Елена, моя бабушка. А 1944 год, сегодня как раз последний день в жизни маленького Коли, который лето проводил в Варшаве у дяди архимандрита Феофана, который был настоятелем в Ольской церкви. Варшавское восстание. Пятого августа пришли и стреляли до всех детей. Срыгали тело женщин. Моего папу поставили под стенку. Папа тогда был со своей первой супругой и с маленьким Колей у брата архимандрита Феофана. Когда он очнулся, ранен был, но все пули приняла в свое тело его супруга, которая держала в руках пятилетнего маленького Колю. Это мой маленький брат. Папа потом, это был ад. Папа был где-то в подвале несколько дней, пил сок из каких-то грязных бураков, все горело. Везде были трупы, кровь. И он сам хранил тело маленького Коли, уже сожженного супруги. Это первые теперь могилы на Вольском кладбище. Он сразу входит и когда хранил, осталась ему в руках маленькая косточка, которую он держал потом всю жизнь в металлической коробке на сердце. Мои дедушки тоже сожжено-сожжители, но дедушка, который погиб со стороны мамы, в этой рейсе, в этой рейсе, в этой рейсе, и он, что я могу как внучка неизвестному дедушке, подарить, я подарю ему колокол, который будет в новом храме, колокол Симеон. И этот звук, это будет молитва на радость, будет призывать людей, приходите в храм, молитесь. И в радостные моменты, когда край спины, когда свадьба, и в траурные, когда прощаемся на земле, но знаем и глубоко верим, что встретимся. Такие две мои истории. Я делала все, чтобы поддержать мою маму покойную, но конечно время идет, мне вечно на земле. И теперь я часто бываю на воле, не только у братика маленького в околе, у дяди архимандрыта Феофана, но и моей мамочки Татяны. И глубоко верю, что они опекают меня с лучшего мира. Как Вы думаете, как православный человек живет в современном мире, каким примером это должно для нас служить? Что в первую очередь мы можем в современном мире принять такого, чтобы стараться быть похожими на них, на этот подвиг? Я думаю, что теперь большая угроза – это материализм большой. И не задумываемся над таким моментом, что мы паломники, что мы временно только на земле находимся. И каждый день нас приближает к этому переходу в другой лучший мир. И надо так жить, чтобы, как в молитве, не осуждать брата моего, но стараться быть как можно лучшим человеком. Подать руку тому, кто болеет, кто нуждается в чем-то другом, в какой-то помощи. И приходить, как сегодня, во время своей проповеди говорил блаженнейший Владыка Сава, приходить в храм. Потому что сила в молитве, и в молитве, когда нас много, тогда выходим со спокойствием, с миром и с этим. И это спокойствие нам всем нужно, потому что тот свет, который мы видим, он очень неспокойный, бурный. И я молюсь, чтобы исчезло слово ненависть, а оно все больше и больше выступает в разных языках. Хейт, ненавижу. Этого не должно быть. Может быть, то ли не любовь сразу, но просто посмотреть в глаза другого человека, и тогда злой дух не войдет. А как пережить эти тяжелые моменты, когда, с одной стороны, мы понимаем, что не каждой семье удается иметь таких родных. Но это на самом деле невероятная честь, наверное, на самом деле. Но это нужно пережить по-человечески, просто пережить. Как это можно сделать? Как это удается? Это только удается, когда мы часто и часто молимся, сосредоточившись, не повторяем автоматически слов молитв. Тогда какое-то неизвестное спокойствие плывет где-то свыше, и тогда нет страха. Тогда мы можем идти правильным путем в жизни, исполнять свои обязанности. Сначала учеба, потом университеты, потом работать, потом преподавать, так и я. Я преподавала 51 год. Как пианистка, которая выступала на концертах, и как профессор музыкального университета имени Шопена в Бржаве. А как православным обращаем? Все-таки мы знаем о том, что это меньшинство здесь, или все-таки преобладает католическая церковь. Ощущается это по жизни или в принципе все сейчас спокойно? Ощущаю. Но часто не надо обращать внимания. И когда человек говорит, я горжусь своим происхождением, я не скрываю этого. Это для меня честь, что я православная. Потому что это истина. Истина, которую мы высасываем с молоком мамы и идем через жизнь. Люди собирают денежки и сегодня собирают. И чудный храм капьедральный, мудрости Божьей строится. Почему мудрости Божьей? Потому что мудрость просветила людям, открыла глаза, что мы здесь находимся долгие годы. Мы никому не надо говорить, вы там уходите себе, убирайтесь из Польши. Нет. Мы польские православные. Мудрости Божьей.